Музыка Так, ну шо, Валюша, а ещё чайку? Не-не-не, а всё, ну две чашки, куда? Удоченька, а шо ты там интересное читаешь? Бабушка Валя, тут в кулиновной книге написано, что когда готовишь какое-то блюдо, очень важно учитывать совместимость продуктов. Шо там нам надо учитывать? А шо это за совместимость такая? Ну вот, свежие овощи хорошо сочетаются с мясом, творог и сыры с фруктами, а дыню и бананы рекомендуется кушать как отдельное блюдо, не смешиваясь с другими продуктами. Вот то-то же. Вот у нас в Крыму курортники сплошь и рядом этим страдают. Вот то у них всё подряд, арбузы, мидии, кукуруза, пахлава, то-сё. В один день можно без микрофлоры остаться. Ага, и без денег. Да нет, тут надо всё по уму делать. Сладкое-сладкое, солёное-солёное, ну правильно. Никто же не будет есть, например, мясо с мёдом. Ой, да не, Валюша, вот позволь с тобой не согласиться. А шо, а то, что мёд такая штука, которая очень неплохо с мясом сочетается. Есть у меня один рецепт курочки. Ой, а ну, ноченька, а ну проверь, там что написано у Крышки? Как это? Курочка с мёдом сочетается. Проверь, проверь, Женечка. Ты такое вот это удумаешь, Лорик? Вот это курица с мёдом, это что-то такое, я не поняла. Мои крылышки в медовом соусе, это проверенный рецепт. Вот такой увидишь. Иван с Митяем только попробуют, они из-за них драться будут. Да драться они будут не из-за твоих крылышек, а из-за того, что твой Митяй уже три месяца бензопилу не возвращает. Бабушка, в книге написано, что курица с мёдом хорошо сочетается. Шо я говорила? Да нет, там у Крышкина, наверное, ошибка. Ошибка, Валечка, это то, что ты со мной по кулинарным вопросам спорить начала. Вот это ошибка. Ой, ну держися. Будем, значит, готовить обед. Я первая, а ты вторая. Ага. А ты, внученька, посмотришь, как бабушка Валя сейчас борщ сварнякает. Свой, фирменный, с секретом, а не что-то там у медовом соусе. Ну, покажем, кто на что гораст. Это получается, мы будем одно время готовить и первое, и второе. Причём моё первое будет точно первое. Да, и моё второе уж точно будет непосредственно. Ну, это мы поглядим. Ну что, приступим? Приступим. Ну, держись, Аларыска. Карла у Клары украл бокалы, а Клара у Карла украла коньяк. Так, 20 минут, чтобы Никитична обнаружила пропажу. 15, чтобы она сообщила об этом Алексеичу. И 10, чтобы Алексеич добежал сюда. Так, успею. Физкульт, привет, потомки! Прежде чем я расскажу вам очередной рецепт полулитрового удовольствия, немного теории. Записывайте. Славянская культура питья держится на трёх китах. Первое, это умеренность. Второе, это закуска. И третье, что? Не слышу? Правильно! Это ещё раз умеренность и его величество повод. Так. Итак, поводы бывают двух типов. Условный и безусловный. Ну, как рефлекс. Разберём на примере. О, немножко спецэффектов. Но, чтобы вы понимали, что в наше время уже 3D изобрели. Безусловным поводом относятся. Первое. 31 декабря. То бишь, Новый год. Ну, здесь вам рефлекс сам уже подскажет. Дальше. 23 февраля. Ну, это святое. Дальше. 8 марта. Ну, праздник, конечно, очень спорный. Очень. Но какой-никакой повод. Дальше идёт. День победы. День независимости. День рождения. Всё. Согласен. Маловато. И здесь к нам на помощь приходит условный повод. Так называемые необязательные праздники. К ним относятся день годовщины свадьбы, день рождения тёщи, день космонавтики и день колхозника. Маловато. Поэтому предлагаю добавить день открытия Большого театра. Потому что такие гармоничные люди, как мы с вами, просто обязаны отмечать этот праздник. Вы спросите, а шо же делать в другие дни? И здесь, мужики, Бог для нас придумал охоту и рыбалку. Остановимся на охоте. С поводом мы уже определились. Осталось определиться с напитком. Шо нужно для хорошей охоты? Весёлая компания, заряженное ружьё и... Нет, не она. А он. Яичный ликёр. Вы спросите, почему яичный? Сразу отвечаю. Потому что яйца очень хорошо укрепляют связки. И на охоте вы будете звонче кричать. Помогите! Кабаняка прёт на меня! Извините, вспомнила это личное. Встречаемся через пять минут. Бабушка, а сколько нужно мяса для борща? Внученька, извини за колобур, переборщить тут трудно. Чем больше мяса, тем быстрее закончится пенсия. Да ладно тебе, Лариска. Не слушай её. Тем, значит, тем она вкуснее просто будет. Вот это килограмм говядинки на косточке. Мы берём у водичку, так, и варим бульон. Вот. А шо ещё надо для борща? О, смотри шо. Вот это вот всё собственного огорода. Всё свеженькое, экологически чистое. Вот смотри, капусточка, бурячок, морковочка, картошечка и лук. Ох, какой лук у нас уродился, да? Да ну, судя по твоим ингредиентам, Валюха, я просто не понимаю, шо в твоём борще фирменного. Ну, борщ как борщ, все так готовят. Ты знаешь, что ты не спеши с выводами. Вот когда будет рядом стоять мой борщ, то на твоей крылышке никто и не глянет. Вот тут я с тобой совершенно согласная. На них никто не глянет, потому что их слопают с закрытыми от удовольствия глазами. О, как. Четь Ларис, а ты будешь крылышки варить и на сковородке жарить. Ой, Женечка, у каждой хорошей хозяйки, ну, естественно, и у меня, понимаешь, есть с десяток разных рецептов приготовления крылышек. Тут шо главное, шо бы курочка наша была свежая и аппетитная. А сегодня я буду готовить крылышки вот в этой форме. О, видишь? Так. Четь Ларис, а мы потом готовые крылышки будем мёс макать? Ага, и варенье с джемом. Я эту фразу оставляю без внимания. Так вот, Женечка, нет, мёд нам нужен для того, чтобы приготовить соус. А ещё для этого чудо-соуса нам шо нужно? Значит так, смотри, нам нужен шафран, карри, корицу, красный перец с солью и ещё, дорогая моя, принеси, пожалуйста, мне горчицу, соевый соус и имбирь. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, и мёд, и горчица, и имбирь, и карри. Ой! Лариска, а ты знаешь, что у нас в стране запрещены эксперименты над мужьями? Так. Ну шо? Продолжим? Корабли лавировали, лавировали, да не вы лавировали. Лишний литр ликёра употребил лихой капитан Лавров. Уважаемые потомки, говорит и показывает Митяй, работают все радиостанции бывшего Советского Союза, потому шо кто не работает, тот не ест. А в нашем случае, кто не работает, тому нечем наполнить флягу. Итак, яичный ликёр для охоты. Для этого чуда нам понадобится 8 куриных яиц. Конечно, как вы догадались, яйца должны быть сырые. Лично я предпочитаю домашние, только лорику об этом не слово. Ещё понадобится стакан сахара. Так. Фу-у-у, вот ты где! Нет, купюра для ликёра нам не нужна. Она пригодится для другого эксперимента. Опытным путём я хочу определить, сколько времени нужно лорке, чтобы найти мою заначку в этом погребе. И зная, какой нюх у наших женщин на это, я эту заначку всё время перепрятываю. Итак, вернёмся к яичному ликёру. Для нашей коктейльной симфонии нам понадобится пакетик ванили, хор и, конечно, солист. В роли солиста у нас сегодня коньячок. Всё. Команда в полном составе. Этап первый. Аккуратненько. Отделяем яичный желток от белка. Вот так. Лично я это называю мальчики налево, девочки направо. Ещё раз повторяю. В одну миску сливаем восемь желтков, добавляем сахар, ваниль. И всё это тщательно-тщательно размешиваем до однородной массы. У меня техническая пауза. Да, Лорик. Лорик, ну шо ты начинаешь? А почему долго? Ну просто трубка в другой комнате лежала. А я откуда знаю, почему меня участковый ищет? Он вечно на своей лампасе приключений ищет. Да никуда я не влез, Лорик. Всё нормально. Всё, давай, зайка, давай. Ну, Алексеич, ну, стахановец. На десять минут раньше графика меня вычислил. Ой, вот молодец. Вот молодец, унюченька. Как мяско порезала кубиками такими. О, вот это мы мяско отправляем назад у бульончик. Туда, так? Потом такими же кубиками нарезанная картошечка. Мы его туда. Запоминаешь, внученька? Вот. Туда же у бульончик. А когда вот это всё закипит, мы капусточку туда. Ой, Валя, что-то я не пойму. Что там у тебя за кубики? Ты вообще борщ варишь? Или конструктор варить собралась? Ой, кто бы говорил, Лорисочка. У меня уже бульон готовый. А у тебя там это, ты что-то там ещё только смазываешь чем-то там непонятным. А всё потому, что только издаешь, что своими тюнями теребунькаешь по телефону. Да, ну, во-первых, я с метюней всего один раз говорила по телефону. А смазываю я не чем-то свой противень, а оливковым маслом. Потому что оливковое масло для курочки то, что надо. Вот так вот. А кто что приготовит на результат, мы ещё посмотрим. Как говорится, цыплят по осени считают, Валюш. Я думаю, что твои крылышки будут только к осени готовые. Так, ну, это мы ещё посмотрим. Женечка, можешь мне помочь чуточку? Так, моя дорогая, я всё помазала, вот это вот. А теперь ты бери крылышки и складывай их аккуратненько и красиво. Вы не заглядывайте, Женечка, не заглядывайте. А то сейчас своруете у меня рецепт. Давайте. Вот так, Женечка, давай вот так вот выкладываем с тобой. Вот как красиво. Вот это. А я пока приготовлю соус. Так, возьмём немножко метка и растопим его в сотейничке. Значит так, добавим сюда немножко вот соевого соуса. Так, буквально несколько капелек. Так, что ещё? Пару ложек горчицы. Так, сейчас, внимательно. И ещё обязательно мы добавим по ложке. Значит, кладём, видишь, Женёк, ложечка карри, ложечка корицы, так, и ложечка шафрана. Так, ну, ещё красный перец, так, и сольки. Так, и всё это доводим. Горчица, мёд. Я знаю, что раньше горчицы с мёдом лечили простуду. А ты там ничего не перепутал? Может, ты какое лекарство варишь? Да, может, и лекарство. А то, что мёд и горчица от болезней помогают, так это только плюс. Это значит, что крылышки у меня выйдут не только вкусные, но и полезные. Так ты туда-туда йод, зелёнки добавил. Ну, на всякий случай так. Разберёмся. Разберёмся. Так, а я зажарочку приготовлю. Уже пора. Так, на нём маслица. Можно маслица не жалеть, вот так на сковородочку. Так, теперь сюда лучок, сюда морковочку. А вот здесь у нас будет цвеколочка. Вот всё у нас так вот пассируется. А потом ложечку томат-пасты. Видишь, уночечка? Вот это у нас будет зажарочка. Тётя Лариса, посмотри, какие крылышки выложу. О, а у нас как раз и соус уже готов. Посмотрим, что там у нас. Ой, ты ж моя золотая ручка. Женечка, боже ж ты мой, какая красота. Я теперь точно знаю, кто дядю Митю научит инструменты в свой ящик складывать. А то у него что-то там никогда не помещаются туда. Да потому что там половина Ивана. Митяй же их у временное пользование взял. Ой, Женечка, смотри, что мы делаем сейчас. Мы этот чудесный соус выливаем на нашу курочку. Вот, медовый, горяченький. Ну что, Женечка, а теперь мы ставим вот эту нашу прелесть в духовку на полчасика. Бабушка, тебе помочь? Ой, да, внученька, давай. Давай, давай, мешай вот этот лучок с морковочкой, с бурачком, чтобы не сгорели. Как твой дедушка, дядя Митя, в прошлом году в Ялте. Так, 200 градусов и все будет хорошо. Ой, Валюша, а что это у тебя за фирменный секрет за такой? А что-то я не поняла. А, все, теперь поняла. Это у тебя лук, наверное, особенный. Или капустка секретная? Он прям тебе не терпится. Да нет, ну просто, что там, где эта интрига? Да вот она интрига, вот она, вот. Я же вот это вчера квасольку сварила, думала, какой-нибудь салатик там сделаю. А раз уж бы затеялись с борщом, так вот это я беру, вот эту квасольку, и вот сюда вот так, бух. Вот, а потом, так, еще чуть-чуть, да, еще нам чуть-чуть, потом вот это туда. Так. А потом за пять минут кладем лаврушечку, чесночок, 20 минут мой борщ настаивается и готов. Так, кто быстрее? Кто быстрее? Да. А сейчас мы посмотрим, кто быстрее. Ты знаешь, Валюшенька, никто вперед не вырывается, в ровень идем, ноздря в ноздрю. Прям как наши мужики, когда огород пропал. Да, ой, кто-то мне звонит там. Ой, опять Алексеевич звонит. Что-то у меня предчувствие не очень. Алло, шо, Алексеевич? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Шо, не признали дядю Митю? Да, это у нас, у кучугурах, такой традиционный костюм для охоты. Стирать ему, конечно, хлопотно. Ну, ничего, Лариска терпит. Она у меня вот где. А дел я это вам, чтобы показать, так сказать, наши исконные традиции, нашу культуру. Ну, вернемся к яичному ликвёру, а то время мало, Алексеевич скоро нарисуется. Кто такой Алексеевич? Шалопа и один денег мне должен. Итак, сюда мы положили 8 желтков, сахар и ваниль. И теперь наш солист, коньячок. Выливаем его полностью. И все еще раз тщательно размешиваем до однородной массы. Так, вы давайте размешивайте, а я должен ответить. Да, Ларик, опять участковый звонил. А что хотел? Кто костюмы с костюмерки стырил? Да он, наверное, что-то перепутал. Ларик, ну на кой мне костюм из нашего драм-кружка? Я что, от Элла сам собой буду играть? Чего ты? Да честное пионерское. Да не переживай. Ларик, пускай сам сюда придет и во всем убедится. Вот Фома неверующая. Все, давай, зайка, целую. Ванька Будько звонил. Говорит, все охотники собрались, только меня ждут. Поэтому дальше вкратце. Все, эту взбитую массу мы аккуратненько сливаем в графин. Уважаемые потомки, сегодня мы с вами говорили об охоте. Поэтому, если вам охота, то я еще раз повторю, как готовить яичный ликер. Для начала отделяем желтки от белков. Для этого нам понадобится ловкость рук и 8 свежих куриных яиц. Затем к желткам добавляем 200 грамм сахара и пакетик ванили. Ну не сам пакетик, конечно, а то, что в нем. Всю эту массу нам нужно привести в однородное состояние. А затем залить туда бутылочку коньяка. Будущий яичный ликер нужно закупорить или закупорить, это у кого как принято. Затем ликер нужно хорошенько взболтать. И потом самое трудное. Выдерживать наш ликер нужно недельки две, а лучше три. В темном и прохладном месте. И помните, потомки, наше главное оружие – это выдержка и умеренность. Ваш Митяй. Митяй, ты тут? Открывай, это Алексеевич. Да, Вань, сейчас! Вань, сейчас! Вот нетерпячий! Теперь остается плотненько закупорить и еще раз взболтать. Митяй, с кем ты там разговариваешь? Открывай давай, разговор есть. Потом нашему ликеру надо отстояться где-то недельки две-три и можно на охоту. Все, на сегодня урок закончен. Удачной вам охоты. Пока. Алексеевич, ты что ли? Тю, а я и не узнал! Слушай, а Лорик мой костюм в химчистку сдала. Вот я и перепутал, одел. Думал, это мой, только чистый. Алексей! О, смотри, внученька, какой у нас с тобой борщик фирменный получился. Ой, наваристый, с квасолькою, секретный. Вот, вот сюда еще ложечку сметанки. Так. И вот такой вот зеленухий. О, ты какая красота! Ларысочка. Можно уже пробовать? Конечно, пробуй! Так, женечек, ты пробуй, потому что на подходе уже мое фирменное блюдо. Крылышки же, ты глянь только, какая корочка, аромат какой. Ну, а правда, Ларыска, твои крылья на вид такие улетные, только не знаю, как на укус. Уж больше много у тебя там ингредиентов разных. Валюш, а что тут гадать? Я тебе так скажу, лучше один раз попробовать, чем потом всю жизнь жалеть. Да давай, Женечка. Давай, бери, вот. Так, женек, и тебе давай тоже крылышку. А я тем временем, Валюша, сейчас твой борщик отведаю. Лариса, это же просто улет. Я уже предчувствую, как и вам с Метяем слетятся, как пчелы на мед. А как мой-то секретный? Ну как? Ой, Валюшка, ну у тебя точно с интригой. Я вот чувствую, что я сейчас эту тарелку съем, и мне опять захочется посекретничать. Куриные крылышки в медовом соусе. Крылышки тетя Лариса выложила на противень с малиной оливковым маслом. Посолила их, в маленькую кастрюлю налила меда, и на маленьком огне нагрела его так, чтобы он расплавился и стал жидким. Добавила в мед соевый соус и горчицу. Натерла на мелкой терке импирь и бросила его в мед. Туда же добавила остальные приправы. Залила этим соусом крылышки. Духовку нагрела до 200 градусов и поставила туда крылышки на 30 минут. Достала крылышки, украсила их нарезанной петрушкой и подала на стол. Итак, бабушкин баш с секретом, точнее с фасолькой. Сначала где-то 40-60 минут нужно варить мясо. Затем нарезать его небольшими кусочками и добавить в бульон. Лук мелко покрошить, морковку натереть на крупной терке. Цвеклу нарезать тонкой соломкой. Обжарить их на оливковом масле. Потом добавить томатную пасту и тушить 5-7 минут. Картошечку нарезать кубиками и добавить в кипящий бульон. Когда бульон закипит, добавить капусту и варить на небольшом огне 5-7 минут. Затем добавить свеклу и варить еще 10 минут. Далее добавить фасоль, лук и морковь. Ну и, конечно же, лаврушечку. Один листочек и чесночок. Потом убрать с огня. И борщик должен настояться 20 минут. Приятного аппетита! Картошечка, мы забыли. У нас холодной закуски нема. А так оставалось. А вот и есть. У нас же три хозяйки. Значит, и три блюда. Что это за интриг, а? Ну-ка, что там она наготовила? Рояль в кустах. Господи, это что, ты сама сделала? Ну да. А рецепт книги взяла. Он очень простой. Для приготовления норвежского салата нужно предварительно отварить брокколи, цветную капусту и картошку. С помощью блендера приготовить крем из слегка отваренного шпината, йогурта и оливкового масла. Крем-шпинат выливается в центр тарелки. По кругу выкладываются кусочки сельдерей, картошки, цветной капусты и брокколи. Сверху на крем следует положить кусочки слабосоленой селёдки. И на вид, и на вкус просто здорово! А ты ж смотри, как она всё. Я блендировала и уложила главное. Валя, ну вся в тебя. Ну что, понесли? Понесли. Да не, Ибан. Никаких Николаевич, никаких пять минут. Женьку отвёз и мигом домой. Ты понял? Жизнь сложная штука. И моя задача – помочь вам ответить на страшные, порой неразрешимые вопросы, которые она ставит перед вами. Крошить окошку в комбайне – то же самое, что мешать крем для торта в бетономешалке. Бабушка Валя, тут в кулиновой книге написано, что когда готовишь какое-то блюдо, очень важно учитывать совместимость продуктов.